Ну что, привет, интернет! Мы продолжаем узнавать этих людей, которые работают на казахстанском телевидении, в частности, на 31-м канале. И сегодня с нами Наталья Райм. Правильно вы говорила? Рифмы переводятся с немецкого языка. Рифма. О, супер. Наташа Рифма. Знаете, таким шансон сразу-то. Сегодня с нами Наталья Райм. И, Наташ, 14 лет на телевидении. Начнем с простых вопросов. Хотя, на самом деле, это, я думаю, непросто. Это каково? То есть, вот, 14 лет спустя. Вот ваша картинка. Что изменилось? Какие вы тренды сейчас видите, чувствуете? Ну, в принципе, 14 лет назад, когда я там практиканткой пришла, кстати, на 31-й канал. На него же. На него же. Радимого. Ну, нет, это не значит, что, допустим, все 14 лет я и пробыла здесь на 31-м канале. Где-то 4,5 года я уходила так в затяжной декрет, потом вернулась, собственно. Но 14 лет это было одно телевидение назад. Вы так мило рассказывали про затяжной декрет, скажите на камеру. Просто так это трогательно. Я, знаете, я вот прям расчувствовал, что вы меня сразили. Я вела новости информбюро утренней выпуски. То есть в 6 утра я уже была на работе. И вот, собственно, через какое-то там время, ну, будучи замужем, я узнала, что я беременна. И буквально там до 8-го месяца все-таки я досидела в эфире. Но мне очень грамотно выставили свет, что даже не видно было, что я беременна. Ну, там же поясный план, в общем-то. Ну, все равно там, получается, стол, как бы стул. Ну, да, там расстояние. И я, допустим, вечером там с друзьями собирались, говорю, о, Натаха, ты беременна? А где утро? Вчера вроде нормально было. Я говорю, знаете, я отстегиваю живот мужа, оставляю, потом прихожу. Ну, вот, в общем, родила первого сына. Вроде бы, как надо было бы выходить из декрета, но я тут узнала, что забеременела вторым сыном. Ну, пришлось родить второго сына, а потом уже выйти. Слушайте, ну, слава богу, я считаю, вы это время вот абсолютно не зря потратили. Ну, потом еще же для каждого творческого человека, да, какой вы, безусловно, являетесь, да, нужно же немножко вот такие какие-то паузы делать. И вот для женщины, я, кстати, вот, это сейчас мне такая мысль пришла, беременность, это вот такая пауза, да, вот пора змыслить, наполниться каким-то новым контентом. Ну, слушайте, закончили вы беременности, отражались, как говорится, молодец, и вышли снова на работу. И вот тут вот вы, очень интересная у вас инсулация была про то, что после журналистского образования, после кемеповского, экономистского вам нужно стало получить метеорологическое. Да, я пришла из декрета, мне говорят, вот, собственно, как бы, то, чем вы раньше занимались, утренние новости, их сейчас нет, у нас есть только вечерние, собственно, там телеведущие есть, как бы их подвигать, то есть, сами понимаете. А вас оставить без работы мы тоже не можем, поэтому давайте, у нас есть очень хороший проект. Ну, опять-таки. Очень интересный. Вы сами додумайте, как он должен быть. То есть, синоптик, погода, это всегда актуально, это всегда интересно, подумайте, как вы это сделаете. Я тут села и думаю, неужели поступать на метеорологический, поскольку, что такое циклон, что такое антициклон, там, вторжение, я ничего этого не знала. И, собственно, там мужик, когда стала, говорит, давай я, наверное, все-таки, все ближе к сентябрю поступлю на метеорологический. Ну, я тебе денег не дам. Хочешь, поступай. Сама там, да, уже. Да. Не, ну, знаете, у вас такая, у многих людей есть привычка учиться, то есть, ну, действительно, куда уже еще, а если завтра предложат, там, на факультет программу, там, про моду, да, тогда надо в Париж ехать, да, от кутюры учиться. Ну, вы бы, наверное, были бы не против, а муж опять бы, наверное, не очень согласился. Наверное, он сказал бы, хватит тебе уже учиться. Нет, на самом деле, я когда вышла в декрет, я вот столкнулась вот с этой проблемой, то есть, как бы и на телевидение не выходить, я не хотела. Ну, все равно вот нужна вот эта пауза, как вы сказали женщине. И политика с экономикой как-то хромала вот в этот период пятилетний. Что-то и новости мне совсем не хотелось смотреть, меня они не интересовали. А старший стал подрастать и просить, мама, расскажи мне сказку, допустим, не про красную шапочку, а вот там про львенка, который подружился там с тигренком. И, честно говоря, я вот каждый вечер рассказывая им сказки, у меня получались уникальные сюжеты. И просто там, уложив детей спать, я открывала свой ноутбук буквально ночью и накидывала маленькие наброски сказок. Спустя полгода у меня получилась отличная книга сказок, которая, собственно, вышла в Новосибирском правдозидательстве в городе Бердск. Да вы что, вот вы у нас писатель, оказывается? Да, я и стала писательницей, то есть из политики, экономики и социальных каких-то тем я все-таки стала детской писательницей. Слушайте, как здорово. Поэтому еще раз переобуться в метеорологию мне ничего не стоило, понимаете? Ну что, после сказок в метеорологию это нормально. Ну да, собственно. Я поняла, что творческий человек, ему, в принципе, как бы, может быть вначале трудно, а потом он адаптируется и находит вот эти творческие какие-то тренды, что ли, бренды всякие, как-то подстраиваются. Ну, я понимаю, что творческому человеку все-таки нелегко, а вот в связи с этим такой вопрос, а вот как вообще творческому человеку на ТВ приходится? Ведь с одной стороны, да, это альмаматор творчества гипотетически должна, с другой стороны, но все-таки там много чиновничества, это факт, я думаю, да, достаточно такая костная, в общем-то, структура, ну как костная, костная такое, оно немного с таким подтекстом не очень хорошим, да, но тем не менее, достаточно такая твердая структура, твердая иерархия. Вот вы вышли с дикой это, да, то есть все, новости закрылись, иди вон тучи разгоняй руками, да, то есть ну правильно, да, тучи разгоню руками, Олегов, вот вам песня, нет, вообще, я тоже разгоню руками, вот, а что там, они же портят, башут, кому вообще это рассказывают? Вот именно, что я, когда мне сказали делать синоптика проект, я просмотрела абсолютно все гаджеты, абсолютно там все, грубо говоря, газеты, где как-либо подавалась информация, я посмотрела, ну достаточно сухо, там солнце будет, дождь будет, температура плюс 14-22, да, я поняла, что если я и буду делать синоптика… Смотрите, новопосит в конце, обязательно должны сказать… Ну, это, конечно, отдельная история, можно тоже пожаловаться в этом плане, потому что я тоже с этим столкнулась, не верьте телезрители, когда вам говорят, что новопосит успокаивает, ну и вообще, в принципе, любой какой-либо бренд, который… Слушайте, вас уволят, вы сейчас договоритесь. Я поняла, что если я буду делать программу синоптик, то он будет такой вот из ряда вон выходящий, чтобы он нравился людям. И, собственно, вот наш генеральный директор Багдад подсказал некоторые идеи, тут я какие-то подцепила, потом прочувствовала, где-то какие-то сайты все-таки промониторила, и как-то потихоньку-потихоньку я стала делать вот именно то. Ну, каким образом, если вы видели, он немножко… Ну, он не похож на остальные. Получается, да. Вот, допустим, вчера звоню в ЗАГС, чтобы завтрашнюю программу записать. Хочу связать осень и вот этот период свадеб. Ну, как хорошо. Как раз мне говорят… Слушайте, какой креативный у вас прогноз погоды. Я просто, понимаете, у меня некоторая сложность, я телевизор, как и все вот интернетчики, смотрю, как бы, да, ну, что греха таить, то есть. И вот вы мне сейчас прям продали эту идею вообще смотреть прогноз погоды на 31-м канале, потому что если у вас там так все креативно, да, то есть день в милиции прогноз погоды, вы, кстати… Нет, нет, все-таки тут… В полях, в ЗАГСе… Я это вот связываю непосредственно с прогнозом погоды. То есть вот листья опали, вот буквально два дня назад я подметала листья. Слушайте, ну можно и дальше пойти, понимаете, то есть вы… В зловеник. Разная картинка, вот такая необычная, писать, там, прогноз погоды в пожарной части, да, там, на станции, там, скорой помощи, какая разница, там люди тоже… Есть всегда проблема, как связать же все-таки это с прогнозом погоды. Да никак не связать, я могу точно связать. Эти люди там, на станции скорой помощи, их это тоже заботит точно так же. Я сейчас уже была, когда 40-градусная жара зашкаливала. Вот, нам вот такие нужны люди для программы, что они вас скрывали так долго. И гипертоники, они на самом деле, ну, страдали, да, от этой 40-градусной жары, зашкаливало количество бесконечных вызовов. Ну, это да, это всегда тогда. Вот я ездила, собственно, снимала, прямо на скорую помощь, одевала халат, измеряла давление, там, реальному гипертонику. И еще прогноз погоды проедаешь? И прогноз погоды сказал, ну, давайте посмотрим, завтра будет вот эта жара, или все-таки нам полегче будет? Я хочу обратиться прямо сейчас на камеру, руководству 31-го канала, вы, пожалуйста, такие кореативные и очень продвинутые прогнозы погоды, вы, пожалуйста, не закрывайте, я прям прошу. Не, ну, это действительно что-то прикольно, ну, что она вещь находит там, на фоне этого зеленого фона рукой машет? Я не хожу так. Ну, это кошмар, да? То есть, надо было, правда, что два образования. Нет, я сразу сказала своему руководству, если вам нужна модель, то, пожалуйста, вон. Пусть она машет руками. Нет, Наташа, подождите, то есть, если через призму того, что вы хорошо выглядите, так и хорошо выглядите, да, то есть, я подтверждаю, но, как бы, да, модель же, знаете, чем отличается? Не знаю. Отсутствием креатива? Ну, да, вот мягко так сказать, вот еще на подиуме она там, это, ну, да ладно, у нас все-таки приличная программа. Вот, давайте, в ваш взгляд, мне нравятся у вас такие высказывания, достаточно такие свежие, острые. Как вы оцените сами свое телевидение? Не трогаем, сейчас 31 канал, смотрим вообще концептуально. То есть, что у нас? Вы его сами-то смотрите, вот такой вопрос интересный. Я смотрю в основном новости, новости, ну и, соответственно, у меня двое маленьких детей, это все, что связано там с мимими, такое, сказочки всякие. Да, мультики и все прочее. Ну, тем не менее. В целом, ну, оценить с какой точки зрения? Не знаю с какой, с какой-нибудь, оцените. 14 лет назад какое было телевидение и сейчас? Давайте сравним, тоже интересно. Ну, мне кажется, тогда было вообще никакое телевидение, это было какое-то подобие каких-то программ штампованных с первороссийских, чуть-чуть спустя какое-то время, там, тех же штатовских и так далее. Слушай, ну, а сейчас что происходит? То же самое, та же копия, третья копия. Ну, пусть будет эта третья копия, но, по крайней мере, это сделанное своими силами и добавленное как-то немножко с национальным колоритом каким-то. Да, оно как бы далеко от идеального, да, все равно бывают какие-то вот, просто наверняка куча у меня есть знакомых, которые, допустим, придумают проект, но из-за того, что нет финансирования, этот проект никто не увидит и никогда не увидит. Слушайте, а много вообще, вот, раз вы уж об этом заговорили, вообще много, мне кажется, вот раньше, как бы вот этот креативные какие-то вот креативщики, да, они устремились на телевидение, да, но в поисках вот так самореализации, да, а сейчас, мне кажется, вот уже поток вот этих вот товарищей, которые что-то там хотят, ну, новое сделать, он, кажется, что-то рассосался на телевидении, но это по моим ощущениям. Да, оно так и есть на самом деле. Приходят какие-то новые молодые люди, не всегда интересные, а все равно тот костяк, который, собственно, на мозг составлял, да, ну, далеко не будем ходить, вот, собственно, да любое телевидение возьмите. Все профессионалы, они либо ушли в газету, либо ушли в интернет, а будет большую часть засосала именно в интернет. Как-то несправедливо, я так считаю. Ну, я могу сказать, вот бывшие телевизионщики и журналисты, они в интернете хорошо живут, ну, допустим, там, я не знаю, взять, там, Алишер Олегбаева, да, тот вообще вот просто себя... Мося Курсник. Да вот что, вот можете привет передать. Привет, Алишер. Да, вообще упоминание в интернет-программе имени Олегбаева добавляет где-то 500 просмотров дополнительно, вот я вам серьезно говорю, это вот такая профессиональная, говоришь, там, пофигу про чем, но надо упомянуть Олегбаева, вот сразу 500 просмотров, серьезно, вот, Алиш, привет. Ну, они, в общем-то, там неплохо живут, я согласен, но их не так уж и много, я вот так посмотрел, ну, вот кто, ну, вот Сулейменов, мы знаем, сейчас на закон КИЗ, тоже, кстати, на 31-м канале Ержан работал, да? Да, 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 выпускающим долго, да, реформбируем. Да, да, то есть, ну, Галя Рыжкина, она в интернетах так работает. Ну, вот вы всех перечисляете, это те, кто мои непосредственно плечо о плечо мы, собственно, и делали какие-то программы? Без разницы, с телеканала Таночная, на 31-й, опять переманивая куда-то на какие-то вот... Ну, вот команда такая. Подтасовки, да, подтасовки. Тлимова Виктора, ну, собственно, они и есть. Понятно. Не знаю, вот молодых таких талантливых я еще не встречала. Вот так вот. Ну, вот прям вот настолько. Нет, просто, да, сейчас же вот происходит вот вольно-невольно смена вот этих поколений, да, то есть вот эти уже телевизионщики, они становятся вот той, вот того вот блестящего еще состава 31-го канала, канал такой был в топе, кричал, там, когда про Сайран, там, материалы снимали, кого-то, помните, поймали там. Ну, опять же, да, это, то есть пока там не начали ее получать все, кто не захотел, да, то есть... Ну, а потом просто команда рассосалась, надо было же кому-то отдавать, и поэтому отдали там... Получается, по вашим ощущениям, сейчас какая-то новая формация, она как-то не заходит, да, ну, а с другой стороны, вот действительно, да, кого вот сейчас молодых телевизионщиков, да, вот он на слуху в тренде. Ну, вот молодых, я имею в виду, там, я не знаю, 25 лет, да, там, то есть вот как вы в свое время, когда приходили, там, на этот 31-й канал, да, там, после института, там, 18, там, 19 лет, то есть... А что сейчас получается, журфаки, что ли, перестали журналистов выпускать? Журфаки есть, но какие-то люди ходят, тусуются и куда-то исчезают, они не задерживаются. И, кстати, вот, вот даже по кинофильмам, посмотрите, да, то есть вот пришли, допустим, Гурченко и прочее, да, ее поколение, да, заполонили весь киноэффицией, по-тяжелой, согласен. Потом, вроде, они старенькие стали, не так актуальны, опять прям волной нахлынули новые, да, помоложе. Да, пришли. Потом они тоже, сейчас тоже, допустим, тот же, этот, господи, вертится в голове, я не помню. Вот дети Арбата, они снимались, вот они пришли, допустим. Ну, я имею в виду, что вот те новые лица, которые вот сейчас, и мне кажется, на телевидении, да и, собственно, в журналистике точно так же. Вот пришла, грубо говоря, да, от Барманкулова, от Марата Барманкулова, толпа молодых, талантливых, Байтасов, Арманджан. Да. Создали 31 канал. Ну, вроде создали, он посуществал, посуществал, потом все равно какое-то проседание произошло. Ну, а вот, подождите, пишущих, пишущих, я вот, пишущих, да, то есть в интернете их легче отслеживать, потому что если он пишущий, он в интернете будет априори, как бы, узнаваемый, да, потому что, ну, интернет, там, звездами люди делают, делающие хороший контент, неважно, видео или текстовые, они очень быстро становятся узнаваемыми, да, то есть, либо они пишут публицистику, там, аналитику какую-то, там, либо они пишут просто там восторженные какие-то вещи, либо берут какие-то интересные интервью, то есть, очень, ну, вот, допустим, вот Гульнара Башкенова, да, она очень удачно, я считаю, адаптировалась к новым вот этим веяниям, новых вот этих медиа, потому что, ну, сейчас она, если я не ошибаюсь, главный редактор Esquire, да, то есть, ну, вот она туда пришла исключительно, я думаю, благодаря тому, что она много писала в сети, то есть, вот там, где креативный вот этот кластер, да, сейчас, как бы, аккумулируется, вольно-невольно, там, в Фейсбуке, там, в интернетах, на блог-платформах, ну, Гульнаре нужно отдать, Гульнара, привет, нужно отдать должное, у нее очень хорошая частотность, то есть, она может писать часто и очень качественно, то есть, и в данном случае, потому что, видите, я не знаю, вы думали об этом, не думали, интернет же очень такой, скоро проходящий, то есть, любая, там, самая суперская новость, она больше двух, там, дней не живет в сети. В общем, ее заменяет другая новость. Да, и поэтому авторам очень сложно, интернет-авторам, потому что, если раньше ты был колумнистом, да, писал там свою колонку раз в неделю, на сегодняшний день, ну, наверное, раз в неделю уже мало, то есть, аудитория, как бы, требует больше. И сейчас, вот, я просто делюсь с вами, мне кажется, и телевидение, и, допустим, Казнет, да, интернет, они ждут вот этих новых авторов. Но вот вы интересный вопрос подняли, я их тоже очень мало вижу, а не где? Я не знаю, где они. Может, это в декрете сидит? Слушай, ну, Наташа, ну, это оптимальный вариант, если куча сейчас замечательных блогеров, замечательных журналистов, да, тупо нарожали детей и, как бы, сидят в декрете. Ну, с другой стороны, что им мешает сейчас в декрете писать? Знаете, вот еще можно сказать, что где-то треть вот этих вот хороших, креативных ребят все-таки забрала оппозиция, мне кажется. Потому что, вспомните, тот же Каплюс появился. Согласен, да. Да, и Гарченко ушел в свое время, там Мишка Пак, ну, то есть, достаточно много людей. Ну, в любом случае... Кто-то где-то перекупает. Знаю, что очень многие, допустим, где-то там за границей тусуются, в Киеве, в том же, в Москве, в той же. Ну, да. Ну, я вам хочу сказать, у нас тут вот украинских экспатов, в свою очередь, понимаете, вот, наверное, там закон сохраняющихся этих... Сколько уехало, наверное, в два раза больше приехало. Потому что... То есть, у нас сейчас украинцы, но Украина, я не знаю, мы вот летали, она живет достаточно, ну, победнее нашего, скажем так. Вот если в целом ее брать, мне кажется, Казахстан живет побогаче. Ну, вот я, по крайней мере, тусовался там среди людей. Мы ездили там по западной Украине, да, там 500 долларов все еще деньги, да. То есть, что у нас тут на 500 долларов купишь, это вообще ничего, да. Ну, я говорю там про Алмату, да, вам там про большие города. Вот. И очень много работает у нас украинских экспатов, то есть, там, в рекламных агентствах. Нет, ну, это да, да. Там интернетчиков, вот, приезжают, потому что они, ну, они приезжают прям работать. Наши же еще, знаете, ментал уже какой-то, только чуть-чуть стал узнаваемым, только чуть-чуть там какие-то пошли там дифирамбы, все, он уже бастык, он уже арашка, он уже работать не хочет, понимаете, он уже все там, понимаете, поднимите мне веки. Куда-нибудь в пресс-службу, в каком-нибудь банке. Ну, кстати, это тоже очень интересный тренд, вы вот молодец, очень тонкие наблюдения делаете. Я просто думала, а чем же я вот, допустим, там, лет через 10 не будет, 40 лет, да. Я же не всегда буду вот такая вот красивая, молодая, там, рассказывать про погоду, да, подметать и все прочее. От мамы с папой зависит на самом деле, да. Куда же я потом пойду, думаю, пойду, наверное, в какой-нибудь банк, пресс-секретарем. Ну, почему нет? А на самом деле, как-то просматривая новости, я увидела одно знакомое лицо, он был, допустим, телеведущим, тот же, тот же информбюро вел, а сейчас стал пресс-секретарем. Поэтому, наверное, еще и вот часть туда отсеивается. Ну, мне, знаете, что не нравится, вот, например, да, вот в сфере творческой вот нашей там журналистики, я вот делал интервью недавно с одним товарищем, очень интересным, Айдан Карибжанов, да, и я вот у него спросил, говорю, а дайте вот, как вы видите, каким должен быть вот сегодняшний специалист. И вот он интересную вещь на самом-то деле сказал, вот я буду его теперь цитировать, я тоже так как-то думал, но вот он четко сформулировал, что на сегодняшний день просто экономист или просто юрист, или просто там, я не знаю, вот, журналист, это как-то вот... Это больше собирательный образ, мне кажется, потому что и журналист... Будут больше востребованы, допустим, журналист-интернетчик, который пишет вот, вот как Башкенова, да, допустим, она пишет там в Искваре или, понятно, там руководит, но у нее там в соцсетях, в интернете у нее огромная аудитория. То есть журналист со своей аудиторией, он намного больше денег стоит, чем журналист просто такой, вот, понимаете, как интересно. То есть, или же там, я не знаю, журналист, который там ведет там свои колонки на разных интернет-СМИ, да, то есть вот такой журналист, он будет больше востребован. Но вот опять же, пример того же Еликбаева, да, то есть, будучи журналистом, он является абсолютной звездой Фейсбука, абсолютной звездой Твиттера, он сделал сайт Vox Populi, кстати, один из немногих сайтов, о котором можно сказать, что вот это настоящая журналистика. А вы походите вокруг, посмотрите там... Вот, походите, нет, ну Vox это вот просто, ну нетленка, да, там что греха таить, ну просто сравнивать, там мало с чем есть, понимаете, то есть, и, ну, другой вопрос, я всегда удивлялся, что они не боятся, все журналисты, да, ну, что рано или поздно они просто будут не в тренде. Ну, понимаете, как интересно? Интересно. Не знаю, ну, такие, как Кальш, такие, как Горнара Башкена, кстати, она, она меня и научила тексты писать. Вот видите, мир тесен. Слушайте, ну а вы... Это вот плохая отмазка, я извиняюсь. Не, на самом деле, я вот уже думаю, допустим... Ну тексты же, они внутри рождаются, записать текст, там, час времени, главное, чтобы он у тебя родился. Ну, а если ты, допустим, укладывал детей и уснул, ты не написала текст? Ну, согласен, но он там в подсознании, в подкорке крутится. Не, ну у вас есть отмазка, вы книжку сказок издали, это вообще за... Я издала книжку сказок, но на самом деле, помимо этой книжки сказок, у меня еще куча идей, и они реально вот уже, они уже выложены, грубо говоря, в электронный вариант, но их надо вот теперь издать. Ой, Наташа, давайте, я прям только за, почему, потому что я к людям, которые вообще вот остановились и написали какую-то вот законченную там вещь, да, вот даже если это пускай книжка сказок, а что? Сейчас детская литература, посмотрите, она на каком уровне, она вообще умерла, да? А я, кстати, не смогла в Казахстане напечатать. А почему? Издательство мне сказали, ну, у меня немножко герои, да, так скажем, ненациональные. И вот на самом деле, когда я пришла в Алматык этап, я пришла, когда в издательство Миктеп. А какие герои, то есть что-то такое ненациональное, ну-ка, расскажите, ну, Харюша с Каркушей, в смысле, то есть? Вы почему-то написали, допустим, про тигренка и львенка, напишите про верблюжонка. Почему у вас девочку, допустим, зовут, там, Ингрид, а не Лейла. Ну, вот какие-то такие нюансы, мне прям откровенным текстом говорили, что вот вы напишите про верблюжонка. Ну, а с другой стороны, что вам, тигренка-наверблюжонка? Нет, на самом деле, я открыла ноутбук. Вот для вас принципиально было, да? Нет, я открыла ноутбук, я, наверное, сидела часа четыре. Я вот просто переписала свою сказку, и я поняла, что это не та сказка. Я просто взяла и удалила. И поэтому я издалась в городе Бердске, в Новосибирской области. Там вот бородатые мужики, я выкладывалась на жаркие сибирские, есть сайты, где-то вот реально такие прям писатели бородатые сидят. Тяжеловесы. Выложила несколько сказок туда, ну, думаю, какая будет реакция. И там бородатые мужики пишут, вот, вы молодец. Вау, детка, давай еще, автор, жги. Что-то типа этого. Не, на самом деле. Не, так супер, да? У меня просто есть очень хорошая сказка про Луну, когда она очень хотела увидеть день земной. Это, кстати, сын подсказал. Говорит, расскажи мне сказку про Луну, которую хотела увидеть день. Земной. Земной день. Я так подумала, думаю, ну, слушай, наверное, да, надо написать. И я написала, каким образом там звездочка появилась, я подсказала, что как только она завтра, допустим, на ночном небе первая появится, ты загадай желание. Луна так и сделала, загадала желание, и она не исчезла из дневного небосклона. Она увидела, как люди стоят в пробках, как мамы готовят кашу, как детей введут в садик. Ну, собственно, она увидела все, и закат, и там, штиль на море и так далее. Слушайте, он у вас какие-то философские. И когда, допустим, она все-таки исчезла с небосклона, она была очень грустная, звездочка ее спросила, слушай, что ты такая грустная, потому что все-таки увидела день. Она говорит, знаешь, я бы еще хотела. Слушайте, а дети? Слушайте, заказывай. Подождите, подождите, а бородатые, то, что мужики возбудились, это понятно, да, то есть, ну, они любят, когда новый человек заходит на площадку и пишет свежо, ярко и хорошо, то есть, всегда будут хлопать бородатые мужики, я прям по себе знаю, да, то есть. Да, они тоже хлопали. Мне хлопали, да. Ну, там, все разные были, там, девушки тоже, не только мужики, да. Не бородатые женщины. Ну, да, как-то, я что-то это не задумывался, но, тем не менее, а детки как реагируют, вот вы просто тестили? То есть, конечно, все мои знакомые, все мои друзья, все дети друзей. Вот я просто, на самом деле, вот когда писала сказку, я всех усаживала, допустим, 8 марта. Мама, бабушка, все прочие тетушки собрались. Я говорю, так, сейчас вам подарок, 8 марта, я вам читаю сказку. Ну, как здорово. Они открывали... Как трогательно у вас все в себе. Они открывали рот, на самом деле, вау. За место вот этого бухла, обычных тюльпанов, да, коробки конфет, шампанского. Тюльпаны были, бухла не было, точно. Вы читаете дома сказки, слушайте, как у вас. А потом мне, ну, у нас двухэтажный дом, а потом мне говорили, так, пойдем в детскую, там прочитаем. Я поднималась в детскую, и, на самом деле, если это ребенок где-то чуть старше трех лет, он реально слушал. А потом, когда автор читает, это одно. Когда, допустим, кто-то читал мою сказку, я уже их останавливаю. Давайте я прочитаю. Потому что интонация и так далее, да. Слушайте, ну как здорово. Самое интересное, вот дайте я вам закончу вот эту сказку. А когда звездочкой ответила, говорит, слушай, ты заказывай периодически, когда захочешь увидеть земной день, загадывай все-таки это желание. И Луна стала заказывать, кстати, вот свое желание. И вы обратите внимание, что сейчас иногда, днем, все-таки можно увидеть Луну. Она за нами подглядывает. Вот, видите, какое завершение. Как, Наташа, вы глубоко копнули. Нет, ну, вы что? Нет, ну, у меня, знаете, эти дурацкие интернетные эти комментарии. То есть надо менять траву, да, Луна смотрит за нами. Не, ну, просто... Не, ну, я же чему? Нет, я не курю. Нет, нет, Наташа, ну, вот виси, вы понимаете. У меня другое куморье. Ну, хорошо. Я очень рад, что у нас еще есть в обществе, вообще вот на этой нашей земле, да, то есть люди, которые умудряются писать сказки. И причем, знаете, там, мотивация даже в данном случае не очень там важна. Почему? Мне неинтересен вопрос, почему. Мне вот сам факт очень радует. Потому как, ну, вот если у нас будет больше людей, которые вот в это странное время будут писать сказки, то есть это здорово. И то, что на 31-м канале, то есть он генерит и собирает вокруг себя вот такую вот творческую вот эту среду, да, состоящую из людей, которые могут выйти из эфира и сесть и придумывать сказку, это тоже очень круто. Ну, вот, мне кажется, потому что вот именно у таких творческих коллективов большое будущее, которые не хотят там снимать говнопрогнозы, вот эти на фоне зеленого фона, едут там в степь, там, в хлеба, понимаете, там, не знаю, в скорой помощи. Ну, это здорово. Такой вопрос. Вы вот как журналист, уже поразмысливший над своей профессией, можете ли, нас много молодежи смотрит, то есть можете ли вот молодым ребятам, я вот недавно читал лекцию по блогингу, да, вот на факультете журналистики, и, ну, не все меня там обрадовало, допустим. Меня не обрадовало, я вам скажу, что не обрадовало то, что когда я спросил, у кого там больше тысячи подписчиков, там, в Твиттере и Фейсбуке, там, подняло руку очень мало людей. А когда я спросил, а кто подрабатывает в каких-то там интернет-изданиях, там, или где-нибудь, ну, вот связанных, профильных, было очень мало поднятых рук. Вы говорите, они потом куда-то рассасываются. Они, по-моему, и не засасываются даже. То есть вот, они, мне кажется, они выходят, ну, не журналистами, они выходят, потому что, ну, как можно не подрабатывать? Вот, если ты на журнфаке работаешь, ну, да, с первого курса где-нибудь там, какой-нибудь Deutsche Allgemeine Zeitung надо написать. Нет, огромный, огромный голод контента существует там в Казнете, там, существует там, да везде, в любых СМИ. То есть давайте материалы интересные, снимайте. Я, я, я не понимаю, что они этого не делают, ничего. То есть я задаю, почему, вот, я у них спрашиваю, что вы не делаете, вы на что надеетесь-то? Вот, и, ну, может быть, вы еще продолжите. То есть, что им надо делать сейчас, чтобы они были востребованными? Вообще, на самом деле, поступая на журнфак, уже надо где-то публиковаться и так далее. Ну, типа да, вот раньше же без нескольких публикаций туда и не брали. Да, и не брали бы, да. Ну, честно говоря, не знаю. А с одной стороны, может быть, это и хорошо, что люди не живут в интернете. А то у нашего поколения, да, допустим, не у нашего поколения, чуть вот помладше. Да. Допустим, взять мою племянницу. У нее все друзья не виртуальные. Вконтакте? Да, вконтакте, в твиттере, там, собственно, в фейсбуке. Ну, а что такого? Ну, у меня были реальные друзья, в которых я ходила, гуляла. Нет, у меня есть пять тысяч виртуальных друзей и достаточно... Ну, главное, чтобы они не забывали об этом. Пусть бы их как-то так засасывало, но не так. Да, мне кажется, пускай об этом Господь заботится лучше. Он весьма разумен, да, то есть и о своих чадах, то бишь о нас. Он будет нормально заботиться, да, то есть и не будет такого, что вот как все рисуют эти картинки, что там вот эта девушка, живущая в сети. Ну, почему? Просто, мне кажется, как вот сейчас многие, знаете, демонизируют интернет, что вот, вот, все, интернет. Нет, невозможно интернет как-то вообще вычеркнуть из нашей жизни, потому что, а как вы будете информацию получать? Ну, да, вы не успели, допустим, посмотреть новости, так вы открыли любую там, я не знаю. Да, бросьте новости от твиттера, теленовости от твиттера отстают часов там на шесть, понимаете, там, как минимум. То есть, если ты хочешь читать новости, вообще твиттер надо читать. Я понимаю, что я сейчас говорю непопулярные вещи, да, там, но это же правда. То есть, там, через шесть секунд, десять, реагирует Tengri News. Вот, по интернетным делам. Каналы расчухиваются там часов через пять. Ну, потому что у них определенное время. Я согласен, я же их не критикую, я же не говорю, что это плохо. Я говорю, что это вот так и есть. Ну, пускай меня там, если вдруг кто-то не согласен, пускай поправят. Нет, ну, вот те, кто будут оперативно делать, то сейчас появились такие шикарные инструменты, как онлайн-трансляция. Я вот сегодня был на медиаконгрессе, мы просто включили камеру и запостили в социальные сети, смотрите, пожалуйста, эту онлайн-трансляцию, кто хочет. Туда в Иксос попали только те, кого позвали, да, там, 200 человек. А остальным что, тебя не смотреть, что ли? Или только довольствоваться тем, что там напишут потом. Нет, пожалуйста, мы включили камеру вперед из песни. Понимаете, как здорово? До этого вот была там презентация... Господи, прости. Пресс-конференция Крират Нонтаса. Тоже TNG News и включили камеру. Все могли видеть эту пресс-конференцию, а не только те журналисты, которые... То есть все что-то там меняется в этом мире, и вот здесь, мне кажется, нужно просто открыть мозги и много дотрагиваться, пробовать. Так, 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 то есть вот вы молодец, что, как говорится... Ну, вот я, может, и молодец, но на самом деле я вот так вот не живу ни в Твиттере, ни где угодно. Максимум, куда я там захожу, это там ВКонтакты... Ну, вам в Твиттер, может, и не надо, объясню почему, потому что у вас сказки могут прекратиться. То есть вот вы можете перестать... Ну, представьте, пойдет вот этот вот, вот эту ленту вы начнете читать, да, впускать в себя вот это очень много мира, да, то есть... А сказки, они же такие, они, наоборот, должны... Ну, да, они больше порождают добро. Должны порождать добро. Наташ, вы знаете, очень мне интересно, понравилось с вами разговаривать. Вот вы перед интервью спросили о чем. Я вот никогда не знаю о чем, но вот здорово же получилось. Ну, да, конечно. Вот, так что вам спасибо. Вам спасибо. Я вам желаю всяческих успехов, особенно на Ниве написания сказок. А 31-му каналу респект и уважуха, что у него на этом канале работают люди, которые пишут сказки. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok